Смотрите, да, дочка присничает. Она пытается усыпить, она сейчас у меня усыпит. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас все еще март. Обед. Сейчас я буду готовить пюре и с цветной капустой своим деточкам. Они только проснулись. Только проснулись от обеденного сна. Они у меня проснулись где-то об 11, поели, поиграли, я их искупала. И потом они заснули. Но спали недолго, где-то час максимум. Ну, для моих детей дневной сон час, это дома то, что они спят, это даже много. Сейчас вот я буду делать пюрешку. Капусту я уже сварила. Дам пюрешку, потом дам смесь. Кашу сейчас давать не буду. Кашу я даю им утром, когда они проснутся. Не прямо рано-рано утром, а вот после ночного сна, когда они проснутся. После каши даю смесь, сколько уже съедят. И ночью перед сном тоже каша, потом смесь, сколько съедят. Вот, сегодня у нас, по-моему, четвертый день, как я без зули. Ничего, справляемся. Знаете, такой прям физической нагрузки я еще не почувствовала, не почувствовала, что мне очень тяжело. Что ее помощи не хватает. Нет, не почувствовала. Там люди переживали, что я так же я буду без зули, как я буду без помощи. Совершенно спокойно справляюсь. Ничего страшного, пока не произошло. С голоду не умерли, в грязи тоже не утонули. Все у нас хорошо. Вот кто-то пришел. Пойду открывать. Мамина закройся, что делает, а? Маме улыбается, да, мамина закройся? Да, мамина принцесса? Ты мамина принцесса? Да, конечно, скажи я, мамина принцесса. Принцесса, ты мой мемпчинчик. Моя сладкая девочка. Вообще не любит она, когда с ней так сладко-сладко разговаривает. Да. Да, мамина? Деловая моя девочка. Деловая моя девочка. А сынуля вот он. Синуля кушает. Маленькая моя принцесса. Сейчас мама буду принцессу тоже кормить. Да, мамина? Да, солнышко? Бабуська моя самая красивая. Самая сладкая моя девочка. Сегодня мы гулять не пойдем. На улице ветер там. Там занавеска у нас вообще шатается. Значит, ветер. Мы сегодня дома. Одни, кстати, дома. Папы нет, никого нет. Я с детками одна. Навела в порядок в квартире, точнее навела в порядок в детской комнате. Пока детки отдыхают. Сынуля топает ножками. Топ-топ-топ-топ. Слышите, наверное? Музыка, наверное, перебивай. Села бы пить чаю. Свободная минутка у мамы. Я хотела ответить на вопрос. Меня часто спрашивают, каких блогеров я смотрю вообще. Что я смотрю на YouTube? На YouTube я раньше много чего смотрела. Смотрела кулинарные каналы, смотрела блогеров из Турции, из России. Много кого смотрела. Сейчас у меня практически на это времени нет, да и желания нет. Сейчас в последнее время я практически никого не смотрю. Смотрю пару блогеров, русскоговорящих девочек, которые замужем в Турции. И все. От многих я отписалась, на которых была раньше подписана. Потому что все одно и то же, одно и то же. Новых тем нет. Поэтому мне это не интересно было. Остались вот пару каналов, которые показывают, в принципе, реально свою жизнь. Ну, почти так же, как и я. Один из таких каналов я хочу вам посоветовать. Может, вам тоже понравится. Канал ведет девушка. Она из Москвы родом. Машенька ее зовут. Она так же, как и я, замужем за турецким гражданином. Но она проживает в городе Аданна. Это совсем другая страна Турции. Кому интересно, загляните. Я ссылочку на канал обязательно оставлю. Думаю, вам понравится. Девушка очень спокойная. Показывает свою домашнюю жизнь. Ходит к свекрови, покупочки и так далее. Деток у нее нет. Если кто-то любитель деток захочет подписаться, заранее говорю, деток у нее нет. Вот. Ссылочку обязательно оставлю. Вот ее я смотрю последнее время. Когда бывает свободная минутка, заглядываю к ней. Все. Так получается, что времени не бывает практически никого смотреть. Мне бы найти свободное время быстро-быстро смонтировать свои видео и выложить ссылочки, о которых меня постоянно просят. На то, на все, на третье, на десятое я ссылочки постоянно забываю. Сейчас я буду стараться не забывать. Я перепроверяю сейчас последние дни видео, которые я выкладываю. Ну, там есть вещи, на которые нужно оставить ссылочки или нет. Так что я стала более внимательнее. Все. Закрываюсь на этом. Всем приятного чаепития аппетита, если вы за столом так же, как и я. Да, я за столом. Я за столом. У меня здесь вот стол с чаем. Все. Пока, мои хорошие. Твой телефон увидела, да? Увидела все-таки, да? Пока братик спит. Мама готовит пирог, улитка со шпинатом и сыром. Доча оседлала меня. Да, мамина? Здесь игра. Оседлала маму, да? Ты о чем задумалась? Все. Телефон увидела, да? Эй. Дор-дор-дор-дор. Тор-дор-дор-дор-дор-дор-дор-дор-дор. Та-ти-то-то. Та-ти-то-то. Хм. Ты знаешь такой стишок? Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый. Два веселых гуся. Знаешь такой стишок? Знаешь, знаешь. Мама часто вам его рассказывала. А про ладушки-ладушки знаешь? Ладушки-ладушки, где были у бабушки, Что вы ели кашку, что вы пили мрашку. Знаешь такой? Тоже знаешь? Ты у меня уже все знаешь. Все знает. Вот это, вот это, вот это. Все знает. А ну-ка, Зехрашка, Зехра, расскажи что-нибудь. Ну, не стесняйся. Чего ты стесняешься сразу? Мама, скрытую камеру поставлю, Чтоб тебя снимать, когда ты общаешься. Да. Да, мамина, скрытую камеру поставить, так? Ммм. Она уже кашки хорошо кушает. И у меня такое ощущение, Что у нее щечки появились. Или мне так хочется? Она кушает кашки лучше, чем сынуля. Прямо она ротик открывает, ждет. А сынуля плюется. Ему неинтересна кашка. Итак, мой пирог готов. Сейчас открываем духовку. Рецепт вот этого пирога у меня на канале есть. Я его делаю всегда с разной начинкой. Сейчас у меня там шпинат, сыр и творог. И его можно кушать как горячим, так и холодным. Закрою окошко. И открывала. Ай. Все. Пойдем к дочке. Сынуля спит. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она моя девочка. Ты ждала маму? Зира, ты маму ждала? Не ждала? Совсем не ждала? Совсем стули не ждала? Нет, не ждала она маму. Ножки только задирает и все. Зира, не ждала, да? Уйти маме? Я ухожу. А, хоть бы хны. Хоть бы хны. Ню-ню, дё, 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 дё. Мамина девочка. Привет, привет, мои хорошие. У нас утро где-то 9 часов. Я готовлю завтрак. У меня кипит, заваривается чай. И я буду делать гёзли-мешки. Гёзли-мешки, видите? Это турецкие такие маленькие мини-чудушки. Здесь у меня ювка. Ювка, тонкое тесто. Я его сделала в два слоя. И начинка. У меня сегодня зеленый лук, кашар-пионер. Кашар-пионер это что-то типа голландского сыра и творог. Перемешала все. Вот такого вот размера я взяла кусочек. Вот так вот сворачиваю. У меня есть, по-моему, отдельно. Или нет. Я не знаю, как я готовлю гёзли-мешки. Но здесь много ума не надо абсолютно. Так вот просто свернула. Это никуда не выйдет абсолютно. Вот так. Вот в таком виде. Сейчас, секундочку. Это отправится на сковородку. Вот так вот это жарится. Сковородка раскаленная. Она очень горячая. Огонь медленный. Жарим с двух сторон. Вытаскиваем. И потом я смазываю сливочным маслом. Здесь же обычно сливочным маслом никто не мажет. Ну, я привыкла. У нас по-дагестански мы сливочным маслом мажем. В моих видео я видела вопросы под моими видео. Что это за чайник такой двойной? Вот здесь вот наверху заваривается заварка томица. Внизу кипяток. Чайник тоже на очень-очень медленном огне, так как он уже закипевший. Просто томится. Все. Всем приятного аппетита. Если вы за столом мои, если спят.